Данная выставка уже явилась таким собирательным проектом, где накопившееся и то, что успело осесть примерно за последние лет 12, представлено здесь. Большей частью кое-что успело убежать, но лучшее осталось. Самым первым из всего, что здесь есть, это Бекон в гостях у Симпсонов. Бекон для наших художников – это такое нарицательное имя, такой классик английской живописи 20 века. Я его отправил в командировку к семье Симпсонов, набираться уму-разуму в этой такой продвинутой семейке. Со Шреком я работал недолго, такой неусидчивый персонаж, и не мне ему задавать тон, как говорится, это такой брутальный, такой крепкий мужчина. Я его запечатлел только в рубелевском образе богатыря. С задействованием телепузиками здесь – это рождение Венеры. А самая известная серия с ними – это телепузики, это такая севдохроника фашистского времени в Германии, 30-х годов, где телепузики являются вначале просто как свидетелями происходящего, а потом жертвами этого страшного режима. Эта серия была представлена полностью в галерее Марата Гельмана в начале 2014 года в Москве. Здесь я решил представить разностороннюю, пеструю галерею диктаторов 20 века, в основном европейских, известных, таких как Гитлер, Сталин, Муссолини и прочее. Для объединения я использовал, это было задействовано Кабаковым, это как бы цветочки из папье-маши. Я их уже сделал из более продвинутого современного материала, из пластика, плюс еще с цветодиодами, которые поросли этими цветочками, вот эти вот как бы клумбы-могилки вот этих вот полузабытых персонажей, печально известных. Малявинские вот эти бабы красные, они давно меня привлекали вот этой своей дикостью, яркостью, как бы завораживали. И мне вот в одно прекрасное время пришло на ум соединить их для, так сказать, уже для пущей такой взрывчатости, соединить их с тибетской практикой. Вот я, так сказать, наделаем тибетские маски. Я посчитал, что соединение вот нашей, как говорится, вот этой русской культуры и тибетской, так сказать, создаст такую, как говорится, такую мощную, такую динамитную смесь, как сказать, и в культурном плане, и в философском, и, я думаю, что и во всех остальных там включает, так сказать, более прагматичные вещи. Билли Бен с его иллюстрациями к русским сказкам давно меня привлекали, можно сказать, с детства. Поскольку это иллюстрация к сказкам, я думаю, что сказки имеют право как-то изменяться, обогащаться со временем, чтобы не превращаться в такую какую-то кондовую историю, которая может наскучить и детям, и взрослым, и кому угодно. Я решил просто на базе этого, так сказать, создавать уже новые сказки, идущие, как говорится, вот в ногу с теперешними тенденциями. Первая серия вот с этими сказками была создана в начале 90-х годов. Она так и называлась «Новые русские сказки». Ну, как бы, вот эти первые два слова как бы давали, могут дать понятие о смысле происходящего. Это как бы, ну, просто развлечение новых русских. Как они там гонялись по лесу голыми за девчонками и прочее, прочее. Находили всяческое увеселение во всем. А вторая серия — это как бы более такая серьезная. Здесь речь идет о более значимых вещах. Как бы здесь вкрапляют супрематизм, который является для героев этих сказок таким изначальным древним учением, святыней для них. И они вот отстаивают его, не дают выветриться и замениться вот какими-то нашествиями извне, ну, вот из этой гнилой Европы, с такими гламурными формотворческими наворотами. Герои этих сказок готовы умереть, но не поддастся вот этим искушениям из-за границы. Сумрематизм навсегда. Редактор субтитров А.Семкин